Орудует через соцсети. К таким специалистам-косметологам попала экс-участница скандального реалити-шоу Виктория Берникова. Участница телешоу Виктория Берникова запомнилась телезрителям не только своим эпатажным поведением, но и тем, что во время пребывания на проекте сделала пластическую операцию, после чего стала телеведущей, занялась бизнесом и открыла собственный салон красоты. В это время к ней на страничку в соцсети постучалась косметолог Багира, Льмиру Ольга Герасименко. С просьбой порекомендовать ее моим друзьям, подписчикам. Перед тем, как, конечно же, что-то рекламировать, Виктория решила на себе это проверить и пришла к этому горе-косметологу. Ничего колоть Берникова не собиралась, но косметолог убедила Викторию сделать омолаживающие уколы, найдя у нее кучу дефектов на лице. Впоследствии выяснилось, не иметь не то, что каких-то медицинских лицензий, она не имеет, в принципе, медицинского образования. Она мне более чем данную процедуру навязывала и рассказывала, что это ноу-хау, круто, классно, давай попробуем. И попробовала. Косметолог Багира, не моргнув глазом, ввела Виктории два несовместимых препарата – липолитик и боталоксин. Что ни в коем случае делать одновременно нельзя. И каждый квалифицированный специалист должен об этом знать. Но Ольга, она же Багира, об этом не ведала. Не знала она и, как правильно делать инъекции. Выяснилось, что Гера Семенко задела лицевой нерв Виктории. Ввиду чего у Виктории развелся сильнейший отёк на пол лица? Губа ушла в другую сторону. Я была в таком шоке, что это вам не описать словами. Виктория моментально среагировала и написала гневное сообщение, так как трубки мастер не брала. Багира ответила и предложила оплывшей Берниковой делать горячие компрессы из ромашки, чередуя их с массажами. Это всё временно. Один день – и всё отпустит. И не забывай, витамины калий ещё 10 дней. Дальше больше. Багира сыпала абсурдными советами, как из ведра. Она мне посоветовала делать примочки из чая, пойти в солярий, сходить в баню. Виктория обратилась в полицию и очень надеется, что Ольгу Герасименко привлекут к ответу. Я очень пострадала физически и, конечно же, морально. По словам Виктории, никаких документов или лицензий у Ольги Багиры не было. После случившегося она пустилась в бега, сменила адреса, пароли и явки. Но я не думаю, что она сможет в конечном итоге уйти от ответственности. На последнем месте работы, куда приехала съёмочная группа, Багиры не было. Но нашим корреспондентам удалось до неё дозвониться. На этот вопрос у Ольги Багиры ответа не было. В кабинете появилась её коллега, доктор Патриция. У вас есть высшее медицинское образование? Пожалуйста, выйдите. Ну, подождите. Скажите, у вас есть образование? Или вы тоже просто полите в углу? Выйдешься, пожалуйста. Патриция решила не сдавать без боя сведений о своей квалификации. Вы просто покажите свои дипломы. Я вам ничего не должна. Вы приезжайте, я вам покажу. Мы потребители. Мы приехали. Мы приехали. Приезжайте с проверкой. Вы косметолог? Вы врач? Патриция, как и Багира, арендовали здесь рабочее место. Что вы делаете? Да что вы делаете? Что вы делаете? Мы задаём вопрос человеку в белом колоде, который утверждает, что он косметолог. Вы придёте, я вам всё покажу. Мы пришли. Покажите, пожалуйста, свой диплом. Не сейчас. Придёте с проверкой. Покажите. А что вы хотите? Мы хотим увидеть ваш диплом. С чего это? Вы кто? Вот вам какая разница, кто я? Разница есть. Доктор Багира, доктор Патриция. Ощущение, что вы не к врачу попали, а в будуар копиреточным статисткам. Это очень сильно развито. Вот эти вот как раз-таки горе-косметологи без образования. Они идут, заканчивают какие-то курсы у тоже непонятных коучей, которые занимаются там обучением косметологии. Заканчивают эти курсы и благополучно становятся косметологами. Актрисе Марине Ермошкиной тоже предложили сделать рекламу салона красоты на своей страничке в Инстаграм, где у Марины много подписчиков. Мне платится определенная сумма, я выкладываю пост в Инстаграм с рекламой данного салона и конкретно о услуге ламинирования волос. Марина поддалась на уговоры хозяйке салона попробовать на себе процедуру ламинирования. В салон позиционировал себя лакшери, и девушка спокойно доверилась мастеру. А наутро Ермошкина обнаружила часть своих волос на подушке. Где-то, наверное, сантиметра 4-5 стали просто отваливаться. В салон остался без рекламы, а Марина без волос. Главная причина – это то, что мастер неквалифицированный, потому что раствор, который для этого применяется, его нельзя передержать. Нельзя просто по фотографии, по объявлению пойти к мастеру, потому что огромное количество даже новомодных мест сейчас в столице, после которых есть очень неприятные последствия у клиентов. Криворукие мастера заманивают клиентов довольно простым способом. Они выкладывают красивые фотографии моделей на своих страничках в социальных сетях. Беда в том, что доверчивые дамочки принимают эти снимки за реальные примеры работ горе-парикмахеров. Были фотографии до и после. На них вот как бы ориентируешься. Но никто же не знал, что они до такой степени были отфотошоплены, как и моя потом в процессе. Свои роскошные волосы блогер Лейла Мешкова восстанавливала почти год. В прошлом году перед новогодними праздниками девушка решила сделать модную процедуру – кератиновое выпрямление. Хотелось удивить друзей прямыми стильными прядями. Но не повезло. Я была просто в шоке и в ужасе от того, как я вышла. На следующий день, когда я пришла, у меня волосы просто начали вот так ломаться. Мастер Мирабелла принимала на дому. Всю дорогу во время процедуры, пока наносила кератиновую смесь на волосы, она выясняла отношения со своим молодым человеком. В одной руке держа смартфон, а в другой – препарат. Мы передержали 10 минут, у меня начали выпекать глаза, и такие вот прям пупырышки появились на голове. Кроме обожженной головы, Лейла получила воронье гнездо из спекшихся волос. Но потом с удивлением обнаружила себя на страничке Мирабеллы с отфотошопленными волосами. Наш специальный корреспондент Елизавета записалась к Мирабелле на эту процедуру. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Мирабелла? – Да. – Я Лиза. – Проходите, пожалуйста. – Было ясно, что Мирабелла где живёт, там и халтурит. – Волос уже сухой, наконец-то. Не хватает витаминов. Мирабелла вывалила Елизавете кучу непонятных плохо от ксерокопированных бумаг, якобы сертификатов. – Это просто ваши сертификаты о том, что вы проходили какие-то обучения. Я таких сертификатов вам сейчас могу сделать тысячу штук. Я хочу конкретный препарат и конкретный сертификат на этот препарат. Отвечать на неудобные вопросы клиентов женщина не привыкла и сразу стала качать права. – Не делайте, моя хорошая. Вы должны заплатить, потом... – За что заплатить? – За то, что вы потратили время, я не записала клиентов на это время. Мастер не предполагала, что у двери её ждала съёмочная группа. – Я журналист телеканала Троцентр. Нам обучилась Лаила Мешкова. – Так, меня снимать не надо. Пожалуйста, покиньте мою квартиру. – Почему вы так кричите? – Возьмите, пожалуйста, мою квартиру. Я не хочу разговаривать. – Снимать меня не надо. – Подождите. – Это честная собственность. Всё. – Я закрываю квартиру. – Вы откроили в частной собственности, женщина. Не просто в частной собственности, а на съёмной квартире. – Сейчас вызову полицию, скажу, посторонние люди у меня в подъезде. – Скажите, пожалуйста, у вас есть сертификаты? И сертификаты на все препараты, которые вы применяете в работе? – А, абсолютно, у вас все сертификаты. – Да, только ни один сертификат мне так и не показали. А почему не показываете, если все есть? Скажите, а почему мы разговариваем с вами через дверь? Вы хотели, чтобы я вам за разговоры запутила? Давайте мы заплатим неустойку. Поговорите с нами, покажите, пожалуйста, сертификат. Я не хочу больше с вами ни о чем разговаривать. Ничего мне от вас уже не нужно. Но подождите, вы же людей принимаете. Вы делаете процедуры, делаете это на дому. У вас должны быть документы все соответствующие. Там просто ксерокопии, на самом деле, которые ни о чем не говорят. Таких ксерокопий вся наша редакция может наклепать тысячам. Смотрите далее. Кровавые глаза, отеки, потеря зрения. Жертвы красоты или непрофессионализма? 15 минут был ада просто. То есть у меня сразу правый глаз, очень сильно был отек, гематома огромная просто была шишка. Внимание, гастролеры! Чтобы заработать, косметологи-неудачники устраивают предновогодний чоз по регионам России. А потом попросту кидают своих клиентов. Клиника Елены Ильчук, в которую обратилась Гульнара, чтобы подправить носослезную борозду и черные круги под глазами, находится в Москве, но имеет выездные филиалы. Перед Новым годом мастера колесят по городам и весям... Они проезды по несколько городов, я так поняла. И вот так вот тоже реклама, значит, все, зашла в группу, Инстаграм, все так красиво. Ну, естественно, я купилась на эту. Сразу у меня туман в глазах, радость. Но радость Гульнары была недолгой. Как только она оказалась в кресле заезжего мастера, у женщины появились сомнения. Вот честно, мне показалось, что она как мясник работает. Она просто без остановки, мне можно сказать, вот этой иглой тыкала все глаза. Не обращая внимания на вопли пациентки, косметолог продолжала мучить носослезную борозду Гульнары. Это была, во-первых, такая боль, это не было анестезии. 15 минут было ада просто. То есть у меня сразу правый глаз, очень сильно был отек, гематома огромная просто была шишка. Гастролерша поехала творить красоту дальше. Посоветовала женщине найти врача в Казани, чтобы та занялась ее отеками. Деньги за уродство вернула и занесла Гульнару в черный список. Глаз справа у меня 50% стал видеть. Вы знаете, я вот каждый день просыпалась, я видела, видя свое лицо, у меня просто были истерики. Потому что это было такое ощущение, как будто мне арматуру били по лицу. В московской клинике Гульнару тоже заблокировали. Ну а мы решили наведаться в этот салон и узнать, почему они не хотят общаться с недовольной пациенткой. Знаем, наслышанны. Весело отреагировал администратор, когда услышала про Гульнару. Мы хотели лично поговорить с руководителем клиники Еленой Ильчук, но не тут-то было. Такого поворота событий даже мы не ожидали. Сейчас Елена Ильчук находится вот в кабинете номер 2. И она от нас закрылась. Почему такая конспирация, почему нет возможности объяснить ситуацию и позицию клиники, нам непонятно. Ильчук так и не удостоила нас своим вниманием. Тогда мы попросили администратора показать сертификаты на препараты, которыми была забита кладовка клиники. Она согласилась, но потом начала ломать комедию. Вы сказали, что у вас на все есть сертификаты. Во-первых, вы сейчас на таком взводе разговариваете, как будто вас чем-то здесь обидели. Вы меня обманули. Я вас не обманула. Вы пошли искать сертификат. Я его нашла. Покажите. Зачем мне сейчас вам его показывать? Для чего? Прежде чем сюда прийти, мы записались на прием к косметологу Оксане. Но Оксана тоже сидела за дверью вместе с Еленой Ильчук и не показывала носа. Где Оксана? Она закрыта, как и остальные врачи. По причине? Потому что вы мешаете работе. Вам сказали, что к вам никто из врачей сейчас не выйдет. Вы мешаете. И сертификаты вы не покажете? Я ничего. Врачей вы не покажете? Нет. Странно, не правда ли? Такое поведение персонала было бы, наверное, оправдано, если бы мы нагрянули в подпольный бордель. Но никак не в косметологическую клинику в центре Москвы. Ильчук не вышла из засады, даже когда в клинику нагрянули сотрудники полиции, которые, как выяснилось, частые гости в этом заведении. Перед Новым годом здесь проходили обыски, связанные с ее недобросовестной работой. Ты смотришь, красивое помещение, красивая надпись. И вроде бы как это уже внушает доверие. А на самом деле за этими красивыми табличками и арендой в центре Москвы может ничего не стоять. Модель, а также четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию с лиги юниоров, мастер спорта международного класса Евгения Подверезкина, готовилась к важным соревнованиям и решила за неделю до события сделать себе чистку лица. На утро я уже проснулась, у меня раздуло лоб, прям вот часть. Но еще через пару дней еще сильнее раздуло, было огромное покраснение, я не могла не поднимать брови, мне было больно спать. Уже вечером Евгения опять сидела в кресле у косметолога, где та внимательно изучала вздувшийся, как воздушный шар, лоб девушки. Переворачивала меня там, чтобы я вниз головой стояла, чтобы посмотреть сосуд это или нет. А потом от щедрости сделала Жене пилинг, девушке стало плохо. И без того травмированная кожа покрылась кровоподтеками. Там пузырь был с гной, а если бы он лопнул, а это же вот тут, а если бы в мозг все пошло бы, это все, я могла бы умереть. Доктор явно была не знакома с азами косметологии, но об этом Евгения догадалась позже. У нее очень много сертификатов, и на каждом сертификате у нее разные имя и разные фамилии. Спрашивайте, пожалуйста, всегда документы. Это очень важно. Не может быть косметолог без медицинского образования. Не может быть. Смотрите далее. Эксклюзивная коррекция лица или как косметологи ломают носы своих пациентов. Меня избила врач за то, что я сняла на видео, как она меня нахамила. Немного не рассчитала. Екатерина Захаревич из Красноярска, косметолог по ошибке, нарисовала на лбу ярко-алые брови. Брови у Кати очень тонкие и почти незаметные. Поэтому она решила сделать себе перманентный макияж. Я хотела себе красивую форму, красивый цвет, чтобы подчеркнуть черты своего лица. Перманентный макияж, процедура, которая связана с повреждением кожных покровов, конечно, осложнения могут быть любые. Поэтому здесь подходить к выбору мастера, специалиста нужно очень четко. Катя стала искать мастера и наткнулась в соцсетях на суперфото. Брови девушек до процедуры были жидкие, а после, как у шамаханских цариц. Но во время процедуры начались проблемы. Она мне сказала, что пингмент не вбивается в вашу кожу, у вас слишком жирная и толстая кожа. В итоге татуаж, сама процедура длилась пять часов. После пытки татуажем Екатерине было так плохо, что она даже не обратила внимания на свое отражение в зеркале. Хотелось быстрее добраться до дома и принять обезболивающее. Я увидела ярко-красные брови. Я узнала, что мастер мне выполнил перманент пингментом, который предназначен для татуажа сосков. Кто-то приходит с красными бровями, как Екатерина. Есть девочки с синими, с зелеными бровями. А дальше для Кати начался ад. Она поменяла несколько клиник и обошла кучу специалистов. Но пигмент намертво въелся в кожу. После бесконечных выведений краски, вторые брови превратились в шрамы, которые гноились и текли. Но мастер свою вину отрицала. Захаревич пригрозила судом, но в ответ услышала. Беги в суд, ты попробуй докажу, что это делала я вообще. Не теряйте время. Если вы сразу выявили то, что вам предоставили некачественную процедуру, сразу идите к врачу и идите в полицию. Идите, пишите заявление. Добивайтесь справедливости. Певица Валентина Сидорова попросила сертификация ответствия на используемые инъекции. Но вместо этого получила перелом носа и сотрясение мозга. Я сейчас нахожусь в клинике КМ. Меня избила врач за то, что я сняла на видео, как она меня нахамила. Валентине сделали в этом салоне коррекцию лица. После процедуры кожа покрылась буграми. Женщина приехала исправлять. После второго захода стало еще хуже. Сидорова решила рискнуть в последний раз. Пытались ей сделать процедуру непонятно каким препаратом, в результате чего произошел конфликт. Она начала наносить множественные удары. Светельница увидела, как Соколан держит меня одной рукой за волосы, а второй бьет меня телефоном по голове. А ведь Валентина всего-то навсего попросила Олесю Соколан показать на препарат документы. Шприц с неким веществом, который дамочка-косметолог пыталась ввести клиентке, возник буквально из ниоткуда. И как только клиентка возмутилась, тут же получила в глаз. Она мне начала бить телефоном по лицу и по голове. Им есть что скрывать, потому что со слов, опять же, потерпевших процедуру оказывали следующим образом. Врач уходил в подсобное помещение, вытаскивал непонятный шприц без каких-либо познавательных знаков и вводил им. Со слов адвоката Тимура Чанышева, кассовым аппаратом в клинике не пользовались. Брали только наличные или просили перевести на карту мастеру. Попасть в этот салон простому обывателю совсем непросто. Обитель красоты строго охраняется. Давайте мы хотим пройти в салон, мы записаны. Подождите, подождите. Поэтому руками я даже строго сейчас вы не имеете права. Сейчас, сейчас, я завоню. Сейчас вы отходите. Охранник требовал паспорта, а косметолог Юлия Викторовна, к которой мы были записаны, заперлась в кабинете. Больше в клинике никого не было. Мне вот очень интересно у вас узнать, на каком основании, в общественное место, где оказываются услуги за деньги, вы не пропускаете людей без документов. И вы, вам была озвучена фраза, а вдруг будут нежеланные гости. Нежеланные гости это кто? Недовольные клиенты? Это те, кто не записан у меня в списке. Так, недовольный клиент не может прийти и пообщаться с врачом, если он не записан у вас в списке. Получается нет. Собственное государство, а не кабинет косметологии. Елизавета набрала номер косметолога Олеси Соколан, но не тут-то было. Олеся, здравствуйте. Ну, что вы хотите-то? Добрый день, меня зовут Елизавета, я журналист телеканала ТВ-центр. Алло, да, здравствуйте. А это тут управляющая, на каком основании вы там и что вы хотите снимать? Управляющий Артем по совместительству муж драчуньи Олеси Соколан блюдет жену крепко. Отслеживает каждый шаг, а вдруг еще кого огреет? Мужчина стал грозить полиции, если мы немедленно не покинем помещение. Вы знаете, у вас здесь общественное место, у вас есть уголок потребителя. Мне все равно, какое у нас там место. Мне тоже, тогда мы будем находиться там, где мы считаем нужным. И мы вас с утра подойдем, все, до свидания, клоуны. Клоунами на самом деле смело можно назвать руководителей этой цитадели нравственности. Для того, чтобы клиенты не могли зафиксировать хамство сотрудников, здесь придумали специальный шкафчик. Специальная камера для хранения сумочек и гаджетов. Сделана для того, чтобы ни один пациент не мог зайти в процедурный кабинет или в кабинет, где проводятся инъекции со своим телефоном. Пока съемочная группа ждала появления хоть одного представителя клиники, наши специальные корреспонденты обнаружили много интересного. Например, левые регистрационные удостоверения на препараты. Вот это регистрационное удостоверение просто скачано из интернета, с сайта ООО «Профлайна». Знает ли об этом клиника «Профлайн»? Большой вопрос. Вот где настоящий цирк. Дальше больше. Охрана заблокировала группу и отказалась выпускать. Вы нас незаконно удерживаете сейчас. А вы кто? Человек. Терпение лопнуло. Елизавета вызывает полицию. То есть волшебная клиника. Сначала сюда пускают по каким-то волшебным спискам, а затем, если тебя в этом списке не было, они говорят, мы не знаем, как вы здесь оказались, а соответственно мы вас отсюда не выпустим. Ждем полицию. Стражи порядка приехали в тот момент, когда на пороге появился главный персонаж этой богадельни, управляющий Артен Дмитриевич. Разговаривать с вами я не собираюсь. Вы на рабочем месте сейчас? Я не собираюсь вам никаких комментариев давать. Вы издеваетесь, что ли? А вы зачем приехали тогда? Я не собираюсь вам никаких комментариев давать, потому что вы устраиваете бардак здесь. Никаких объяснений мы, конечно же, не получили. Хотя действия сотрудников этого центра красоты многое проясняют. Здесь, как говорится, и без слов все понятно. Когда вы приходите к косметологу, очень важно, чтобы косметолог при вас вскрыл упаковку. Она вам должна показать дату изготовления этого препарата, срок годности этого препарата и показать, что упаковка не вскрыта. Красота требует жертв. Екатерин Бурженко Александра Жулдыбина хотела нарастить себе ресницы. А в результате едва не лишилась глаз. Глаза, налитые кровью, вместо пушистых ресниц. Саша до сих пор не верит, что это произошло с ней. Первый день у меня начали лопаться капилляры внизу, а потом вечером, вот ближе к ночи, вот начались вот эти красными прямо островками, потом все заплыло, вот этот глаз перестал видеть. Решив нарастить ресницы, Александра заработала химический ожог и едва не ослепла. Утром просыпаюсь, и состояние как будто вот просто песок в глазах. Вот просто как будто надуло песком. И мне поставили зрение минус 4, когда у меня вот этот глаз был минус 2,5. По словам Александры, глаза у нее стало щипать сразу, но мастера это не смутило. Она сказала, нужно потерпеть, пока некачественный клей окончательно не разъел глаза. Однако в салоне говорят об индивидуальной непереносимости и неправильном уходе. Мол, глаза у девушки покраснели от того, что она самостоятельно сняла ресницы. Если бы она пришла к нам, мы бы ей сняли профессиональными средствами, те, которые специально для снятия ресниц. Просто какими-то подручными средствами дома снимать, мы не знаем, что она себе именно наносила на глаза, и из-за чего это могло вообще такое все произойти. Профессионалы уверены, что наращивание ресниц безвредным быть не может. Воздействие клея на кожу в любом случае токсичное. Часто пациентам говорят, я давно использую ресницы, давно накладываю, у меня раньше такого не было, а потому что происходит накопительный эффект. Чтобы свои ресницы не выпали, дамам советуют, если не отказаться от процедур, то хотя бы делать между ними перерыв. Лучше обращаться к проверенным мастерам, имеющим сертификаты и хорошие отзывы. Поэтому три основных важных момента. Первое – это рекомендации от друзей. Второе – это наличие медицинского образования у косметолога. И это клиника, а не дом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова